В Волгоградской области завершен очередной этап ремонта автомобильных дорог. В лучшую сторону преображается трасса Сызрин-Саратов-Волгоград. Какие отрезки магистрали на так называемой Камышинской трассе и не только уже удалось отремонтировать, выяснял Дмитрий Сероштанов. Из тумана в селе Белогорке появляется грейдер. Работа здесь идет полным ходом, несмотря на вот такие капризы погоды. Специальная дорожная техника в этом населенном пункте Камышинского района работает впервые. Проложить километровую асфальтобетонную дорогу, примыкающую к федеральной трассе, не представлялось возможным. Власти ссылались на отсутствие средств. В этом году ситуация изменилась. Новый глава региона Андрей Бочаров договорился о включении области в федеральную программу. Как только пришел Андрей Иванович, в первый же год движение пошло и вот, пожалуйста, дорога. Вот мы видели, что было в сентябре и вот что сейчас. Прямо вот небо и земля. Грязь была. Ну сейчас хорошо, лучше стало, конечно. Как если распутиться, нелепость, не пройти, не проехать. Ну а сейчас, конечно, сделали очень хорошо. Спасибо. Уже готово основание и два слоя асфальтобетонного покрытия. Администрация региона контролирует качество работ. Стоимость объекта почти 16 миллионов рублей. Деньги выделяют федеральный и областной бюджеты. Сейчас занимаем последние штрихи. Это отделка земляного полотна и укрепление у труб сейчас. И, в принципе, как обещали, к 20 ноября где-то объект будет сдан в эксплуатацию. Трасса Р-228 Сызерин-Саратов-Волгоград, рядом с которой находятся Белогорки, также в этом году претерпела масштабную реконструкцию. Кроме этой магистрали, работы впервые за долгие годы велись и на других участках. 150 километров удалось обновить в регионе. Губернатор предупредил – качество самое главное. А потому подрядчики использовали самые современные материалы и технологии. Переработка старого основания с добавлением цемента и выпуск новой плиты АГБ. Сверху положено три слоя асфальтобетона. Между первым и вторым слоем применена также геотекстильная сетка, которая усиливает характеристики данного участка. Впервые за долгие годы на дорогах региона начались такие приятные перемены, констатируют водители. Хорошие стали дорожки. В сравнении с теми годами, конечно, намного лучше. Плохая дорога – это и аварии. Хорошая дорога – это приятно ехать. Душа поет – едешь. Совсем другой подход сейчас, видимо, у руководства нашей страны. То, что дороги надо обновлять. Это лицо нашего государства. На 2015 год федеральное финансирование на областные трассы увеличится до рекордных 7 миллиардов. Об этом губернатор Андрей Бочаров уже договорился с руководством Росавтодора. Кроме того, начнется реконструкция трасс и в городе Волгограде, где проезжая часть большинства улиц просто убита. Задача за четыре года – привести в порядок 80% всех волгоградских магистралей. Задание губернатора, чтобы действительно мы привели в соответствие дороги, как видели мы на Ерзовке, как видели, точнее, направление на Камышин, чтобы дороги Волгоградской области стали все комфортными и безопасными для любого жителя не только Волгоградской области, а любого жителя Российской Федерации. Дмитрий Сероштанов, Максим Евсиков, телекомпания «Ахтуба» из городичинского, дубовского и камышинского районов.